Доброе утро, дорогие друзья! И сегодня мы поговорим еще об одной просто сумасбродной теме. Теме влияния и внушений. Как она работает и как она влияет на здоровье людей. Вот именно в нашей вот этой проявленной жизни никуда ходить не будем. Ситуация. Еду в автомобиле, звучит авторадио. Идет реклама. В рекламе рекламируются, продвигаются лекарственные препараты. И вот в определенный момент говорится, что вам надо купить вот этот вот препарат где-то там. Или вы можете купить этот препарат где-то там. И звучит музыка. Я ищу, как будто звонит мой мобильный телефон. Мой звоночек ставлен. Ну как-то тихо, как будто он в сумке. Якорек такой. Пока я искала телефон, в это время было озвучено, где искать. И к каким заболеваниям приводит этот медицинский препарат. И я потом понимаю, что это звонил не мой телефон, что это якорь, вставленный в рекламе. То есть на звуковую дорожку наложен звоночек мобильного телефона. И понимаете, что происходит? В следующий раз, когда у меня в сумке будет звонить телефон, мое подсознание будет вспоминать, что есть такое лекарство. Такое лекарство. И оно потом будет, ну раз лекарство есть, его надо купить уже в этой аптеке. Значит, что надо? Его же надо для чего-то купить. Значит, надо спродуцировать вот это заболевание. И таким образом в подсознании, в виде на якорь, в виде внушения, прозвучавшего из рекламы, вводится заболевание, которое нужно приобрести подсознанию, для того, чтобы купить это лекарство, для того, чтобы человек был удовлетворён, потому что у него вот на этот якорь уже идёт такая реакция в психике. Вы знаете, у меня был шок. Шок, каким образом такая реклама могла попасть в массы. Это, ну вы думаете, это единственный случай. Я начала обращать на эти вещи внимание. Следующая реклама, которая звучала уже по другому каналу радио, это продвижение мебели. И там точно так же якорились магазины, только на приход смс-ки. Смс-ка приходит, раздаётся соответствующий звук, и человек должен в подсознании знать, что ему надо бежать в тот магазин и покупать там такого-то производителя мебель. И дальше больше. Я начала обращать на это внимание, я-то и раньше на это обращала внимание. Но вы понимаете, вот эти вот игры со звуком, когда в своё время Смирнов производил исследования, накладывал там шумы, каким образом внушение работает на подсознание, и так далее, исследования проводились. Тогда, конечно, не было такой цифровой аппаратуры, как сейчас. Работать со звуком было на порядок сложнее, и продуцировать эти шумы было на порядок сложнее. Сегодня рекламщики просто тупо берут, ставят якорьки звуковые, накладывают на звуковые дорожки. Туда же можно вложить на другом языке словесное внушение, туда же можно вложить ещё что-то, и подсознание человека это съедает. И понимаете, по сути дела, это насилие над психикой. Хорошо, мне скажут, но мы не все слушаем там радио, мы не смотрим телевизор, нам это не надо. Великолепно, возьмите пачку сигарет, и посмотрите, что на них нарисовано. Человек берёт пачку сигарет, и у него в голове уже картинки страшные, эмоция же рождается страшные, опухоли, инфарктов, инсультов, парадонтоза. Ну это то, что первое, что приходит в голову, что попадалось чаще всего на глаза. А теперь возьмите статистику этих заболеваний после того, как пошли вот эти картинки. Вы знаете, это напоминает осознанный геноцид. То есть, вот каким образом можно было таким безобразным, жутким вариантом продавливать и вводить внушение в подсознание людей о необходимости заболевания, человек курит, боится и подсознание срабатывает на привлечение этого заболевания. Это же простейший механизм. Вот эти все вещи описаны ещё были Бехтеревым. Эксперименты проводил Бехтерев, Дуров, Станиславский, Чижевский вместе. Они очень много чего напроводили. Это есть в научных работах. И, понимаете, глупо было бы думать, что наши медицинские работники и наш Минздрав вот со всем этим не знаком. Я понимаю, что с этим могут быть незнакомы маркетологи. Потому что в определённый момент у нас на рынок выдвинулось очень много техник по продажам. Наверное, на сегодняшний день нету семьи, где не были товарищи, которые продают, например, пылесосы те же самые Кёрби или ещё там какие-то варианты. Когда человек приходит, он тебе просто откатывает неимоверную кучу манипулятивных продавливающих психотехник. И он думает, что ему это всё сходит с рук. Это мы рассмотрим чуть-чуть позже. Всё не так просто в этом мире. Я сегодня намерена довести вот это до конца, чтобы вы понимали, как это работает, как от этого защищаться и каким образом страдает тот, кто вообще вот этой ерундой занимается. Итак, первый блок. Каким образом от всего этого защищаться? Когда на вас просто тупо давят. Давят, и вы не знаете, куда деться. Ваше подсознание вот эту информацию схватывает в виде внушений. Потому что не схватить, например, в автомобиле внушение невозможно. Вы понимаете, человек находится в водительском трансе. В естественном водительском трансе. И у него внушаемость повышенная. И если он вот эти вот вещи не видит и не отслеживает, это всё падает в его подсознание. Точно так же, когда человек курит, он точно так же находится в трансе. Только это будет другой вид транса. На него воздействуют психоактивные вещества. Но в любом случае это трансовое состояние, у него повышенная внушаемость. И глядя на эту картинку, его подсознание говорит, значит, надо материализовать это в твоей жизни. И у него это в жизнь приходит. Как требующийся запрос. Каким образом защититься от всей этой ерунды? Понимаете, вот сказать, что не входите в транс, не входите вот в эти вот состояния сознания, это невозможно, это физиология. Никуда вы от них не денетесь, господа. Так работает наше тело, так работает наша психика, так устроил Бог эти режимы, нам надо для самовосстановления тела. У вас же ранки заживают, у вас же многие заболевания восстанавливаются, вы же поправляетесь естественным путём, когда, например, простудой заболеваете или ещё чем-то. То есть у нас очень много моментов, когда наше тело самовосстанавливается. И эти режимы Бог специально предусмотрел в нашем теле для того, чтобы они работали на оздоровление. И он не предполагал, что сознание человека будет убивать само себя вот таким чудовищным образом. Что делать? В этих случаях единственный вариант, который я вижу, это знание. И какого рода знания в данном случае должны быть? Умение различить, какой вид воздействия сейчас на вас идёт. А для этого надо как минимум выключиться из внешней игры, вернуться в себя, то есть войти в равновесное состояние. То есть для того, чтобы вообще выходить в наблюдателя, вы должны быть в равновесии для того, чтобы наблюдать за всем происходящим. То есть здесь очень хорошо помогает практика двойного восприятия, о которой я ранее говорила в роликах. Но кроме того, что здесь может быть наблюдатель и должен быть наблюдатель, должны быть знания, какие виды техник, какие виды внушений, каким образом сейчас с вами идётся работа. А для этого надо знать базовые техники классического гипноза. Базовые техники. Многие со мной сейчас могут начать спорить и сказать, что классический гипноз – это равно директивный гипноз, и что он не столь хорош, и вам он не интересен, и так далее, и куча всего. Я с этим абсолютно согласна. Не всем подходят там директивные методы работы. Но классический гипноз, давайте мы всё-таки возьмём базу гипноза как одно, а все остальные виды гипноза как другое. То есть, грубо говоря, гипноз – это театр, а дальше директивный, эриксоновский, цыганский, экстрасенсорный, поварской, шаманский и так далее. Это представление в этом театре. То есть, какой вариант исполнения в данном случае гипнотехники идёт, такое представление вы и смотрите. Но театр, он всегда есть. И этот театр – это гипноз. В гипнозе есть базовые техники. Что я отношу к базовым техникам, что человеку надо знать? Первая – речевую часть. Как беседовать с человеком, какие вопросы задавать, для того, чтобы выявить его наиболее часто употребляемые слова, фразы и так далее, которые связаны с его автоматическими реакциями. Для чего? Для того, чтобы иметь представление о том, как информация может вводиться в его подсознание и, соответственно, выводиться из его подсознания. И когда вы эти вещи можете наблюдать у себя, вообще вот это всё изучается не для того, чтобы кого-то гипнотизировать. Хотя это тоже можно. Это изучается для того, чтобы понимать, каким образом будет вестись работа с вами. Понимаете? Ведь всё наоборот. Вы пока не изучите в одну сторону, в другую сторону вы не можете видеть. Когда вы хорошо изучили в одну сторону, вы видите обратную сторону медали великолепно. Итак, первая – это речевая часть. Подготовительная, собеседовательная, коучинговая. Назовите её как хотите. То есть, да, речевая часть. Вторая часть – обязательно надо уметь и знать проведение тестов на гипнабельность. Третья – индуцирование и формирование транса, как речевки. Они должны быть в голове практически у каждого. И дальше человек может модифицировать эти речевки, вставляя другие фразы, другие варианты работы, другие исполнения и так далее. То есть, дальше мы уже делаем представление. Но какую-то базовую из техник индуцирования и формирования транса надо знать. Надо знать хотя бы штук 5-6 техник гипнотизации. Потому что они бывают разные. Бывают на разрыв шаблона, бывают через энергетику, бывают, бывают, бывают. Чем хороша эта часть во время знаний? Когда вы эту базу получаете качественно, грамотно, целиком в короткий промежуток времени, вы можете наблюдать, с какими техниками это сочетается. И можно там кричать, о, это же метод Бронникова, а вот это же Рейки, а вот это же космоэнергетика. Простите, Мессмер не знал ни Рейки, ни космоэнергетики, ни Бронникова. Всё было значительно раньше. Но это всё уже в его пасах, в его подходах наблюдать можно. И в реакциях человека. Итак, вы сможете видеть, в зависимости от того, какая техника используется, какие те же самые экстрасенсорные направления её тупо юзают. Перепаковывают в другие обёртки и продают дороже. Но это не значит, что это плохо, что так они делают. Это значит, что они просто вот с этой базы вышли и расширились. Мы-то будем рассматривать и учиться. Научная база, возьмите Бехтерева, 100 лет назад это всё очень классно зашло в наше общество. И оттуда оно уже больше не выходило. Другой вопрос, что не все в обществе просто тупо читают книги. Но это проблема общества. Далее, что мы изучаем ещё из того, что очень хорошо, если человек понимает. Следующим этапом необходимо взять техники кодирования. Почему техники кодирования? Потому что на техниках кодирования человек при изучении их, он понимает, что для алкоголя достаточно одной физиологической реакции для кодирования от алкоголизма. А для кодирования, например, от табакокурения, надо как минимум перекрыть два канала восприятия – обоняние и вкус. А это что значит? Это значит состояние по каткову, таблица по каткову уже 2-2. А 2-2 – это достаточно глубокий транс. И обратите внимание, это же обаяние и это же вкус. А мы в первую очередь что перекрываем? Зрение и слух. И таким образом мы можем даже уже ввалить человеку в тройку, только чтобы закодировать. Не можем, а должны, иначе кодирование не состоится. И когда вы начинаете изучать, то есть по сути дела мы что делаем? Таблицу каткова мы совмещаем с тем, что мы наработали с базовыми техниками по гипнотизации. Плюс добавляются речевые вещи, проговоры, каким образом якорение осуществляется, каким образом выводится человек из транса и так далее. Я не предлагаю всем направо и налево кодировать других людей. Я предлагаю изучить, как это делается. Когда это делается, вы понимаете, каким образом кодируетесь вы, когда вы находитесь, смотрите телевизор, потому что рекламы дурнейшие. У нас просто сейчас неимоверное количество. Когда вы делаете покупки в магазине, когда вы едете в автомобиле, и звучит радиоприемник, когда, 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 когда. Когда выходит политик и толкает свою речь еще где-то там в исполкоме, где угодно мы сталкиваемся с этим постоянно. И если вы этого не различаете, а различать можно научиться на чем? Не на собственном же примере. На собственном примере вы потом это будете видеть. А обучаются на примерах других людей. Итак, техники гипнотизации и кодирования, вот этот вот блок, он просто дает офигенную базу знаний по работе в трансовых состояний. За счет чего? За счет изучения физиологических реакций. И вот теперь вернемся к тому же самому эриксоновскому гипнозу. Смотрите, мне когда говорят, ой, там, директивщики, это вообще колхоз, а вот эриксонисты, это очень круто. Понимаете, те же самые эриксонисты, Эриксон был кем? Инвалидом, да? И, соответственно, у него были ограничения по работе с другими людьми. И он очень классно подстроился для того, чтобы их обойти, в силу того, что таковы были его возможности. Эриксон не рассматривал физиологические реакции другого человека. Гипноз и гипноз, какая разница, в какую стадию он провалится. А физиологические реакции по тому же, от кого, если взять, они важны. И вы сами будете знать, в каком состоянии вы сейчас находитесь, когда идет воздействие. Едете там в автобусе, висит рука, там час, она не немеет у вас. Почему? Потому что у вас каталепсия. А каталепсия в каких стадиях? Там же только узкий ограниченный диапазон, когда у человека будет держаться свободно вот так рука, и она не будет неметь. А потом она выключится, она есть только в середине диапазона. И так далее, таких примеров. Но это все можно изучить. Изучить для чего? Для того, чтобы обезопасить себя. Следующий шаг, который имеет смысл сделать с точки зрения безопасности себя. Изучить речевые базовые техники, как вводится кодирующая информация в речи. Это очень удобно для бизнеса. Для бизнесменов они будут понимать, каким образом ведутся переговорные процессы и так далее. Это несложный момент. Но он присутствует в нашей жизни, и его имеет смысл изучить, каким образом это все делается. И следующую часть, которую, я считаю, имеет смысл изучить, это ментальный гипноз. Ментальный гипноз доказан еще в 1920 году. То, что он имеет место быть. И то, что ему подвержены абсолютно все люди и животные. Так вот, что касается ментального гипноза. Пример из жизни. Вы стоите в банке. Работает кассир. В определенный момент кассир раз и выдает человеку лишние деньги. Человек уходит. И потом милиция пишет, разыскивается, чуть ли банк не ограбил и так далее. Иногда удается найти, иногда не удается найти. Например, настранец приехал, поменял и не думал. Что происходит? Это естественные физиологические реакции. Все мы, Вольфы и Мессинги, у нас у всех есть эта способность. Один стоит и думает, о, классно бы сегодня, чтобы мне прилетела лишняя штука баксов. В это время подсознание кассира находится в определенном состоянии сознания. Девушка идет вход в подсознание. И подсознание, ну ладно, исполняю. И исполняет. Он вроде не просил, он вроде не воздействован. Он вроде, но его подсознание так сработало. И ее подсознание так сработало. Это не хорошо, не плохо с точки зрения бессознательного. С точки зрения бессознательного, вот эти вещи, они абсолютно правомерны, потому что они идут вин-вин. Она приобретает какой-то жизненный опыт, и он приобретает какой-то жизненный опыт. И таким образом, наше бессознательное, оно просто счастливо, что этот опыт состоялся у двух индивидуумов. Но с точки зрения нашего социума, ай-яй-яй, ее накажут, ну, когда кассиры застрахованы, ну, значит, выплатит страховая компания, еще и страховую компанию накажут. А с точки зрения поиска человека, обвинения его в преступлении, это тоже обратная связь. Но, на самом деле, если бы кассиры просто тупо знали момент, когда они входят в эти состояния, их можно заякорить, этого бы не случилось. О чем это говорит? О элементарном подходе безграмотном людей. Я просто вот подбираю слова, но другого слова я подобрать не могу, к техникам гипнотизации и кодирования. Ребята, это уже есть, этого уже никуда не денете, это уже больше ста лет как есть, да? Вот, то есть 1920 год отправной точкой считать нельзя. Это все значительно раньше появилось. Так вот, дорогие мои, если человек это изучает, то он может это наблюдать в нашей жизни. Где он изучает, как он изучает и так далее, это его моменты. Но есть база, ядро, которое имеет смысл взять. Нарастите вы сверху цыганизмы или эриксонизмы, или дирекционные какие-то части и так далее. Это всего же состояние, с которых ведется игра. И такое представление вы в дальнейшем исполните в театре. Но для того, причем этот вот театр, да, он же у нас, представление у нас идет постоянно в нашей жизни, разворачивается. И таким образом вы можете в таком случае наблюдать сцену, которая разворачивается в вашей жизни. Это что касается техники безопасности. Предупрежден, вооружен. Что касается тех товарищей, которые делают вот эту вот фигню в рекламе осознанно. Когда хоронишь молодого, талантливого, просто суперкрутого продавца, тренера, который очень классно обучал специалистов, техникам манипуляции, продавливания и так далее, понимаешь, что не просто так прилетела болезнь. Просто жестко связывать болезнь с конкретной деятельностью человека нельзя. Потому что у одного человека будет, например, за эту деятельность проявлением болезни, у другого разбитый автомобиль, у третьего сгоревшая квартира, у четвертого ушедшая жена. И у всех будут разные проявления. Это зависит от чего. Если у человека там была, например, определенная реперная точка в подсознании на запуск онкологического заболевания, то вот этот момент, он всего лишь является продуцирующим для ее запуска. Если такой точки не было, значит, будет какой-то другой продуцирующий момент. Там, где тонко, там и рвется. И у каждого человека будет свой. Но что в данном случае происходит? Вот, казалось бы, я сажусь и вставляю вот эту фигню, и это идет в массы и воздействует на подсознание человека, на то, чтобы у человека деструктивно в дальнейшем развилось какое-то заболевание или каким-то образом деструктивно изменилась его жизнь. Как вы думаете, Бог это видит или не видит? Идет грубейшее нарушение закона свободы выбора. Закон свободы выбора у нас фактически это единственный закон, по которому строится наша реальность. Мы все свободны в своем выборе. Мы все пришли сюда равными. И воздействие на других людей без их сознания, оно обязательно предполагает откат. Закон кармы работает в том случае, когда человек неосознан. Если вы делаете это неосознанно, вы будете называть это кармой. Карма прилетела. Если вы действуете осознанно, вы понимаете, что вы нарушили закон свободы выбора, и вам прилетело. Прекрасно. Кто участвует в прилетело? Вы думаете, начальник, который дал команду и не участвует в этом деле непосредственно ручками в программировании или в создании вот этой рекламы, он не участвует? Нет, участвует. Участвуют все те, кто завязан в данный договор, в данной причинно-следственной связи. Они прорастают как кровеносная система и ведут ровненько к тем, откуда пошло, чье сознание это спродуцировало. И формируется таким образом игра. Игра называется «Я обучаюсь». Я обучаюсь чему? Я обучаюсь уважению к другим людям. Закон свободы выбора вообще я бы назвала законом уважения. И я в дальнейших роликах объясню, почему. Это очень важно понимать, потому что это основа, без которой двигаться вперед, например, в экстрасенсорику или в сенсейт-психологию, вообще не имеет смысла. Так вот, первично уважение к таким же, как ты. Атомы твоего тела ничем не отличаются от атомов этого стола или от атомов этой стены, или от атомов этой камеры. И уж тем более от атомов других людей. Разница лишь в том, что если этот стол, если вот это в наше окружение, у него заведомо прошито в настройках одно базовое состояние, состояние радости, то у человека есть вариант игры в более высоком частотном диапазоне или в более низком частотном диапазоне. И каждый раз, когда мы выбираем низкий частотный диапазон, мы уходим на разматериализацию. Высокий частотный диапазон, мы уходим на материализацию. И таким образом, когда вы выбираете техники влияния, нарушения и так далее, ваша жизнь утекает из вашего же тела. Я стараюсь максимально простым, доступным языком объяснить. На самом деле, если брать, что и как в этом механизме происходит, оно происходит немножко по-другому. Но в речи зачастую сложно подобрать слова, каким образом это описать. И поэтому, возможно, кто-то скажет, что где-то я перегибаю неправа. Да, есть такое дело. Есть моменты, которые мне очень сложно обозначать словами. Но принцип действия я не искажаю. То есть, понимаете, каждый раз, когда вам захочется влезть в чьи-то причинно-следственные связи, в чьи-то договорённости, в чьё-то бессознательное, в чьё-то подсознание, помните, пожалуйста, о том, что первое, чем вы рискуете, это своей собственной жизненной энергией. Ну вот, наверное, и всё на сегодня. С вами была я, Наталья Зайцева. Спасибо за внимание. С вами была я, Наталья Зайцева.